Животные – братья наши меньшие, а значит мы за них в ответе, ровно так же, как за себя и за свою безопасность. Именно поэтому всегда стоит быть внимательными к ним, в особенности к проявляющим признаки болезненной агрессии. Это может быть бешенство. Эта болезнь может возникнуть практически у всех видов млекопитающих, в первую очередь плодоядных животных. Могут также болеть птицы, грызуны, летучие мыши. Чаще всего бешенство передается через слюну. Особенно распространены случаи заражения человека бешенством от укуса собак. Если с вами такое произошло, первое и главное, что нужно делать, это отправиться в травмпункт, ни в коем случае не откладывая на завтра. К каждому укусу относится заведомо подразумеваться, что животное могло быть больно бешенством. Это нейроинфекция, которая очень опасна, смертельная. Лечение от этой инфекции, если она уже развилась, нет. Поэтому обязательная помощь – это антиерабическая вакцинация. В любом случае надо обращаться. Врач при осмотре, соответственно, обработает раны и выберет оптимальную дозировку и необходимое количество препарата, которое нужно назначить. В нашей стране ситуация с этим заболеванием напряженная, риск заражения животных очень высок. А значит и нам, людям, меры нужно принимать серьезные. Во-первых, на всех, у кого есть животные, лежит серьезный груз ответственности. Каждый хозяин должен прививать своего питомца от бешенства однократно один раз в год, начиная уже с трехмесячного возраста. У нас в любом случае, поскольку есть напряженная обстановка по бешенству, есть доказанные случаи, вы обязаны по закону, если у вас есть домашнее животное, и тем более, если оно имеет хоть какой-то доступ на улицу, оно обязано быть привито от бешенства по-любому. То есть иначе вы получаете штрафные санкции, должны будете уплатить штраф и так далее. То есть, допустим, даже простая ситуация с домашним котом. То есть у вас дома укусил кот, или, скажем, не вас, пришла ваша подруга с ребенком, ребенка покусал кот. Она пошла с этим ребенком в травмпункт, первый вопрос, который ей зададут, это откуда эти покусы и кто кусал. Привит или животное от бешенства. Если животное не привито от бешенства, колется, принудительно едет вакцинация от бешенства, причем вместо укусов она производится. Обязательно делать плановые прививки, даже если животное не породистое, даже если во дворе живет. Все равно нужно потравить блок, потравить глистов и привезти к ветеринару периодически на проверку и сделать плановые прививки. Это обязательно. Это как дважды два. Потому что опасность непривитого животного грозит и человеку, не только животному. Ну и, конечно же, никому не хотелось бы смотреть, как его животное болеет, мучается, страдает. Домашние животные приносят нам много радости, серьезно воспитывают в нас чувство ответственности. Поэтому и мы в ответ должны относиться к ним с любовью, должны защищать их здоровье путем проведения обязательных профилактических прививок.